Всем привет, с вами Кена. Праздники наконец-то наступили, пол страны будет точно отрываться аж 10 дней, поэтому если не поговорить об алкоголе и его распитии сейчас, то когда? В каждой стране есть свои традиции, как это делать, и в Англии, например, есть такая штука, которая называется покупать раунды. To buy a round означает, что, в общем, принцип работы такой. Задача в том, чтобы все потратили одинаковое количество денег и каждый друг другу купил по напитку. Допустим, вас трое, вы втроем приходите, первый покупает три пива, второй покупает три пива и третий покупает три пива. Причем, если кто-то вам купил раунд, они ожидают от вас, что вы купите им в ответ. Если вы этого не сделаете, на вас будут косо смотреть и точно будут плохо про вас думать. Поэтому, если вы это делать не хотите, лучше сразу об этом сказать. Например, I don't want to do rounds today, I'm gonna go get my own drink. Я, например, очень часто такое говорю, потому что, ну, выпить пять бокалов вина для меня за день или за вечер, это много. Поэтому лучше я со своей скоростью, как мне надо, без вот этого вот коллективного мероприятия. То есть, to buy rounds, это имеется в виду как раз вот это. Вы, конечно, можете проявить аттракцион невероятной щедрости и сказать It's all on me. Означает, что вы за все платите безвозмездно. Наша щедрая русская душа, мы такую историю любим. Теперь подходим уже к бару, начинаем заказывать. И начнем с пива. Все знают слово beer. И beer уже делится на lager, ale. Ну, кто-то поспорит, что ale это не пиво, да? Или stout. Если вы подходите и говорите в Англии I would like a pint of lager, то официант у вас, скорее всего, бармен уточнит, какого лагера вы хотите, а может и нет, просто нальет любого. The cheapest one, самого дешевого, например. В лагере, единственное, он может быть светлым или легким, и в нем должны быть пузырики. То есть, если вам налили pint у пива, и в ней нет пузыриков, вы имеете полное право принести ее обратно в бар и сказать I'm really sorry, but my beer is flat. Flat вообще означает плоский. Но когда речь идет о пиве, это значит, что в нем нет пузыриков. И официант, по идее, должен вам поменять и дать новый напиток. Вот так это работает в Англии. В России не знаю, сработает или нет. В эле не должно быть пузыриков, поэтому это все нормально. Stout – это очень темное, вязкое, такое густое, а-ля Guinness вот эта вот история. Так что, если вы в меню видите что-то, что вы не узнаете, и написано Stout, то это будет вот эта история, да. Такое очень солодовое, темное. Еще есть такая штука, которая называется Lager Top. Lager Top – это когда вам наливают почти полную пинту или там полпинта, что вы заказали пиво, оставляют чуть-чуть места, и вот это все доливают лимонадом. Top означает, что поверх заливается лимонадом. Ну, я не очень люблю, но каждому свое. Естественно, есть у нас Cider, который по-английски произносится как Cider. Там уже сами выбирайте, из чего он Pear Cider – из груш, Apple Cider – из яблок, соответственно, ну и так далее. Потом, для девочек сейчас страничка познавательная, переходим к винишку. Wine – так же, как по-русски, red – красная, white – белая, rosé – розовая. И вас спросят, сколько вам его налить – small, medium or large. Мы не говорим big glass, да, мы говорим large glass of wine. Соответственно, маленький, средний и большой. Еще есть такой тоже замечательный в Англии напиток, который называется, как правило, он делается с белым вином. Если кто-то заказывает white wine spritzer, это такая история, когда берется большой стакан, в него наливается стандартный бокал вина, добавляется туда лед, и все это дело заливается либо лимонадом, либо газированной водой. Вот это бармен у вас должен либо уточнить, либо вы ему говорите сами, что I would like a white wine spritzer with soda water. Soda water – это вот эта вот вода с пузыриками. Или fizzy water – то же самое, да, вода с пузыриками. Переходим к крепким напиткам. Есть слово, которым можно обозначить их все, и слово это spirits. Кто-то может сказать I never drink spirits. Spirits – это все, что 40 градусов. Виски, джинн, водка, вся вот эта история называется spirits. Если вы кому-то говорите I never drink spirits, означает, что вы, может быть, пьете что-то другое. Еще может называться словом liquor. Теперь, внимание, путают слова liquor и liquor. Liquor and spirits – это одно и то же. Это какой-то сильный напиток, без уточнения, просто в котором 40 градусов. Liquor – это фруктовое, сладкое, с маленьким процентом алкоголя. Понятненько, да? Spirits – это фруктовое, сладкое, с маленьким процентом алкоголя. Ну, они по-русски называются так же, все вот эти водка, джинн, виски, вся вот эта история. Когда, кстати, заказываете где-то за границей, особенно если это Россия и Англия, помните, что single и double, да, одинарный или двойной, как там, двойной виски, у нас разные измерения. То есть в России single – это 50 миллилитров, а в Англии 25, понимаете? То есть если вам кажется, что вам не далили алкоголь, а там просто другие стандарты. Там 50 – это double. То есть когда англичане приезжают сюда, к нам в Россию, идут заказывать себе шоты, которые по-английски и по-русски называются одинаково, да, рюмку там чего-то, текилы или чем-то там залиться, им дают рюмочку 50 миллилитров, у них, конечно, просто квадратные глаза, и они говорят, ну вы, русские, жжете, да? А что делать? Да, мы жжем. Так, еще вас спросят, скорее всего, как вы этот спирит хотите пить. Ну вы можете сразу сказать «виски-кола» или «джин-эн-тоник», или что там, «джинки-с»… Not jinky. Что такое «джинки»? Новое слово только что придумала. «Виски-сода», например. «Сода» – это, как правило, «сода-вотер», то есть то, что с пузыриками. Это можно… Сильный алкоголь можно пить без всего. «Виски-ниат». «Нит» – это в нем ничего нет. Можно пить с чем-то замешанным, это будет называться «миксер», вы уже уточняете. Например, «джин-эн-тоник». «Тоник» – это «миксер». «Виски-кола». «Кола» – это «миксер». Либо, если вы хотите со льдом, это тоже нужно сказать. «How would you like your gin?» «On the rocks, please». «On the rocks» означает, что просто с ледиком и все. Вот. Теперь будете в баре все правильно заказывать. А, еще могут заказать, если кто-то скажет… «Let's just get a bottle of bubbly». «Bubbly» – это что-то с пузыриками. Это, как правило, шампанское либо просекко. По-английски так называется. Девочки, это я к вам обращаюсь про шампанское и просекко. Так, значит, все. Определились, с чем заказываем, сколько пьем. Дальше переходим к стадиям опьянения, что ли. Ну, начинается это все с трезвости. «I am sober» означает, что я трезв. «I am tipsy» означает, что я чуть-чуть подвыпил. И потом уже у нас наступает стадия «drunk». «I am drunk», то все, прям вот… Если вы хотите как-то эту тему еще развить, прям вот объяснить, что прям в какашечку «drunk», то здесь очень много сленговых слов. Можно использовать «I was hammered», «I was wasted», «I was smashed». Это все очень сильные слова, означающие, что вы были прям вот где-то там с вашим алкоголем. Ну и для тех, кто не употребляет алкоголь, у нас есть «non-alcoholic beverages». «Beverage» – это вообще любой напиток. «Non-alcoholic beverage», «non-alcoholic beer» и так далее. Ну и все, повеселились, прошли все стадии опьянения, на следующий день просыпаемся. Все наверняка смотрели или слышали хотя бы о фильме с Брэдли Купером, который называется «hangover». Вот «hangover» – это похмелье, причем «hangover» – это существительное. Если ты про себя говоришь, ты говоришь «I am hungover». Там одна буквка меняется «a» или «you» в начале, да, «I'm hungover». Либо можно просто сказать «oh my god, I'm hanging». Люди поймут, что ты имеешь в виду, что ты прям вчера потусил как следует. Еще они говорят «I'm so tired». Вот это «tired» – когда ты только что проснулся, в данном случае не означает, что человек как бы проснулся уставшим. Нет, он просто вчера хорошо погулял. Ну и напоследок, те, кто совсем очень хорошо погулял, изо всех сил, но отмечался прям, что аж не может встать. И вот здесь у нас наступает момент, когда «может быть, надо сходить опохмелиться». И называется это, по-моему, я уже давала эту фразу как-то «to have a hair of the dog». «I need a hair of the dog» означает, что это не «волос собаки», как дословно переводим, а именно «что-то какой-то опохмел». Вот. А вообще, когда будете пить в эти праздники, remember to drink responsibly. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok